Здравствуйте! Вы смотрите программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ. Меня зовут Ирина Кара. Тяжелая экономическая ситуация в регионе, кабальный рост цен, а также в последнее время все чаще стала звучать тема переноса даты выборов на должность Пашка на Гагаузии. Эта тема также будоражит население региона. На эти и другие темы мы поговорим в рамках нашей программы с гостями. А именно, сегодня у нас в гостях Леонид Николаевич Кюся, депутат Народного собрания Гагаузии. Рада приветствовать вас, Леонид Николаевич. А также Сергей Афанасьевич Чернев, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. Сергей Афанасьевич, добро пожаловать. Здравствуйте! Я знаю, что вы давно хотели попасть на ГРТ. Мы вас с большим удовольствием пригласили. Рады приветствовать вас. Спасибо. Уважаемые гости, все чаще мы находим эту информацию. Ее можно найти и в социальных сетях, и в печатной прессе. В некоторых программах она тоже уже мусолится. Как вы думаете, состоится все-таки перенос даты выборов Башкана и Гагаузии? Давайте вы, Сергей Афанасьевич, с вас начнем. Ну, знаете, в этой ситуации ему же трудно будет перенести, но я не исключаю, что ее перенесут. Что дату перенесется. Я не исключаю. Почему? Потому что в этом заинтересованы и госпожа Влад, и господин Константинов. Господин Константинов заинтересован только потому, что он боится потерять пост спикера Народного собрания. Потому что вот эти участки Гайдары и Вулканерский, там у нас, по-моему, 9 округ, там 100% выиграют социалисты, и конфигурация в Народном собрании поменяется. А госпожа Влах, ну, как, знаете, она цепляется за последнюю возможность, за последние деньки еще побыть Башканом. Почему? Потому что, знаете, как сейчас у нее есть все привилегии, кто-то дверку ей открывает, охрана есть, может куролесить по всей Молдове, используя админресурс, даже ту же Дюзаву, которой она едет с концертами. Дальше у нее такой возможности не будет. Почему? Потому что, как бы, она пытается вырваться в большую политику, но я не вижу ее будущего в большой политике. Спасибо, Сергей Фанасьевич. Леонид Николаевич, как вы считаете? Я считаю, что попытка обязательно будет перенести дату. Я хочу ответственно заявить, что наша фракция социалистов в Народном собрании однозначно за переноску голосовать не будет. Я считаю, что новоизбранный Башкан как раз будет иметь время до инаугурации, до окончания мандата нынешнего Башкана, сформировать команду, исполком. И будет время там полтора-два месяца до инаугурации. И это, я думаю, что не помешает. Заинтересованные лица, я подчеркну еще раз, есть три стороны. Это, в первую очередь, Башкан Гагаузии. Это очень хорошая площадка, очень хорошая стартовая площадка для старта в государственную политику, молдавскую политику, большую политику. Вторую очередь, что Сергей Афанасьевич подметил, это заинтересованная сторона, это господин Константинов. Он понимает, что если новоизбранные депутаты будут избраны, будет другой Башкан. И уже ряд депутатов, которые сейчас в нынешнем созыве, тоже могут поменять позиции. И кресло под ним, я уверен, что пошатнется. И он, надеюсь, уйдет уже на достойный отдых, как пенсионер. И третья сторона, это Кишиневская власть. Она очень заинтересована в этих выборах, она очень заинтересована в Гагаузии. Ей нужны лояльные, подконтрольные люди, подконтрольный Башкан. И я думаю, что центральная власть тоже заинтересована перекинуть эту дату на более поздний срок, подготовить своего кандидата, найти более подходящего, замаскировать его под независимого, как обычно там делают. Обычно у нас независимые легко продаются, как бы так скажем, потому что они сказали, что независимые, кому ходим, там и с ними сотрудничаем. И я думаю, что Кишинев еще не готов со своим кандидатом. Есть там пару кандидатов, я думаю, что лояльнее Кишинева, но сильной подготовки нет. Те кандидаты еще очень слабые, чтобы уже идти сегодня на выборы. А выборы буквально состоятся через три месяца. Скажите, пожалуйста, почему все чаще стали говорить о том, что между законодательной и исполнительной властью у нас в регионе есть какая-то скрытая связь? Ну, что держит этот клубок? В чем сила? Вот я объяснил. Сила в том, что один, знаете, как не может успокоиться, как бы он председатель народного собрания, и он хочет достойно уйти, наверное, с поста председателя собрания. И где-то говорят, что тайно тоже готовится на пост, как бы на башканский выбор. Тут связь всегда получается, знаете в чем? Я считаю, что где-то есть финансовая подоплека. Почему? Потому что есть бюджет 22-го года, который приняли практически не просмотревывая, не глядя. Я больше чем уверен, что в этом бюджете есть куча нарушений. Я даже не удивлюсь, если где-то есть постановления, которые выйдут левые, которые просто подписывали, народное собрание и с полком, где они практически не проходили на народном собрании. И то же самое, когда вы говорите, что есть тайная связь, вы посмотрите, как быстро принялся бюджет 23-го года. Он принялся практически сразу. Без никаких-то кривотолков, без никаких-то этих. Там даже было, знаете, как я вам скажу, не хватало двоих голосов. Дмитрий Константинов поехал к Горизану в село, в Ковчак. Собрали ночью они там свой актив. Ну, где не хотели голосовать за этот бюджет в оба монастыря. Где Константинов клятвенно пообещал, что он им сделает все изменения в бюджете, которые нужны для Ковчака. Господин Толмач целую ночь готовил эти документы. Подготовил все вот это, приготовил. Утром принесли. Но Дмитрия Георгиевича, надо знать, в своей манере он опять их кинул. Откуда у вас такая информация, Сергей Константинович? Знаете, я живу в Гагаузии. Я общаюсь с многими людьми, которые именно присутствовали на этой встрече, которые рассказали, что это было. И они вышли, знаете, как с такой горечью, болью, что, говорит, вот Константинов кинул. А я сказал, помните, я в УАЗ был перед этим, когда начинались выборы председателя народного собрания. И когда я сказал, самое слабое звено, которое вас предаст, это Дмитрий Георгиевич Константинов. И говорю, к чему мы пришли, вот через уже через год, через год и полтора года, вот так получается, мы пришли опять к этому знаменателю. Дмитрий Георгиевич не пришел работать, он пришел зарабатывать. Он сегодня, вот знаете, как человек, который разводил вот Чешмякиевый колхоз, разводил наш колхоз-гигант, развалил Карбалий колхоз. Ну, не получилось у него в Атулии развалить. Вот сейчас он потихонечку валит всю Гагаузию. Каким образом он разваливал эти колхозы? Очень просто. Пришел, у нас колхоз-гигант был колхозом-миллионером. Когда началась вот эта программа АПАМЫТ, были засеянные поля, незавершенка, где господин Константинов пришел, просто забрал урожай по низкой цене, продал по дорогой, и люди остались ни с чем. И там делались налоговые накладные, включая вот даже, я вам скажу, одну вот ток, банкетный зал, второй ток, где Дмитрий Георгиевич отписывал просто по налоговым накладным, отписывал имущество гиганта. И в оконцовке, вот эти судаисполнители, или как их называют, они просто продали имущество, люди остались без имущества. Люди остались без пенсий. Почему? Потому что соцфонд не перечисляли, тогдашнее руководство колхоза не перечисляло денег, соцфонд не платило, соцфонд. И люди просто-напросто работали, получали зарплату, а в оконцовке остались без пенсий. Вот как он развалил. И то же самое было с колхозом Чешме. Сергей Фанатович, ну если вы утверждаете, что данный факт был, почему никто этим вопросом не занимается, и обращаются ли к вам люди, которые пострадали? Сейчас я вам скажу. Я как раз в тот момент, в 2007 году я был председателем Вулканического района. Я не раз обращался в прокуратуру. В прокуратуре у нас тогда сидел господин Кыльчик, в котором все были одно кубло, которое, как говорят, рука руку моет. И в оконцовке у нас, знаете, как получилось, что закон не работал ни в одной стороне. Вот и все. Просто-напросто. Знаете, как я не раз говорил это, и говорю еще раз, я в этом уверен, законность в нашем государстве измеряется в денежном эквиваленте. Все. Леонид Николаевич, как вы считаете, есть ли все-таки такая связь между исполнительной и законодательной? Вы сказали, некая скрытная связь, да? Да. Скрытной связи нету. Это открытая свадьба, скажем так, полностью идиллия, симбиоз, полный контакт по всем вопросам. Если кто наблюдает за Народным собранием, последние 3-4 заседания Народного собрания полностью голосует Народное собрание, большинство, которое сейчас во главе с Дмитрием Георгиевичем Константиновым, как нужно исполкому. Те же спортсмены, мы их не поддержали. Те же ветераны силовых структур не поддержали. Они единогласно двумя руками голосовали, боялись за распуск. Хотя наша фракция сказала, мы готовы идти на распуск. Они побоялись распуска двумя руками до одной сессии, за заседание до утверждения исполкома. Все кричали, я ланджика, воровка. Каким-то кульбитом сделали комиссию для проверки членов исполкома на знание гагаузского языка. Оказывается, и это не надо. И все двумя-тремя руками голосовали. Тот же господин Дюльгер постоянно орал, выпрыгивал, кричал. Оказывается, всех устраивает. Никакой скрытной связи нету. Там открытая связь, открытый диалог между вторым и третьим этажом. Но, к сожалению, этот диалог не ведет к положительным результатам. Он ведет к отрицательным результатам. Потому что мы не смогли ряд положительных проектов продвинуть. Мы не смогли поддержать наших спортсменов. Мы не смогли поддержать ветеранов силовых структур. По сути дела, их осталось всего 200 человек. Сейчас, я уверен, что время дойдет до переноса даты. Я думаю, что открыто переносить дату они не будут. Они будут через какие-то юридические проволочки. И мы вынуждены будем. Вынуждены. Я, господин Ульянович, на вашей программе вчера подмигнул, что изменение, делаем если уложение, только делаем одну статью. Порок явки. Если мы зайдем чуть глубже, мы зайдем в юридический казус, и у нас выборы сорвутся 100%. И у них в народное собрание, к сожалению, до этого момента, до утверждения исполкома, говорили там о честности, о прозрачности, о каких-то расследованиях. Но сейчас мы видим, что полная идиллия. И, к сожалению, эта идиллия ведет больше бардаку. Вы упомянули... Могу я еще как бы дарю дополнение, как то, что сказал Леонид? После принятия бюджета Орман, Жигайдаржи, Мидельян, Будулай, Захария, Кадын, куча людей спускалась, уже праздновали, что приняли бюджет, спустились с третьего этажа. Отпраздновали после принятия бюджета, Ирина Федоровна им там накрыла стол. И ребята довольны и спустились. Может, где-то и что-то и получили за это, то, что приняли бюджет. И, как говорит еще господин Леонид, тут они рассматривают еще один вариант, что пойдут на выборы 50 плюс 1. Возьмут республиканский реестр, где у нас 138 или 136 тысяч. И поставят 50 плюс 1. Никогда 50 плюс 1 мы не вытащим. Сейчас эти выборы будут 40-44 тысяч человек. Почему за время правления Ирины Федоровны у нас где-то из Гагаузии 15% населения уехало. Именно за ее правление. Вот за время ее правления. И когда она где-то кричит, показывает, учит, как центральные власти работают. Ты оставь центральные власти, они сегодня не работают. Ты сегодня была 8 лет у власти, покажи результаты своей работы. Покажи, сколько открыто рабочих мест, сколько у нас сегодня население приехало к нам, а не уехало. Вот в чем проблема нашей Гагаузии. И сегодня, как он правильно сказал, они будут искать кучу проволочек, чтобы эти выборы отменить. И этим у них всем будет заниматься. Я раньше сомневался, но этим будет заниматься господин Леич. Обосновывать вот эту правовую базу. Именно он будет заниматься. И вот это изменение в уложении, оно было затеяно не зря. В 40 статей, ну никому эти статьи я даже посмотрел, там их и менять толку нету, никакого ничего нету менять. Ну их специально сделали, чтобы они были вот так в одну кучу скинули, чтобы был референдум. Пока будет референдум, пройдет он, не пройдет. И мы выйдем, они рассчитывают первый тур сделать 17 сентября, второй тур будет 1 октября, выборы Башкана, как бы Гагаузии. Вот они оттягивают туда. На осень. Да, на осень. И по бюджету момент хочу подчеркнуть, что у нас будет дефицитный бюджет, в лучшем случае это 100 миллионов. Потому что мы приняли те цифры, изначально завышенные. Мы приняли бюджет по сравнению с 2022 годом, но у нас сельхозники, у нас собственные доходы. Это в основном налог на прибыль сельхозерственных предприятий. Учитывая то, что у нас себестоимость продукции повысилась, учитывая то, что у нас засуха была в 2022 году, мы в 2023 году, если на примере моей фирмы я платил миллион чем-то налог на прибыль, в этом году я заплачу 150-200 тысяч лей налог на прибыль. И все предприятия идентичны. И у нас будет недоимка. Следующий башкан, когда придет, у него будет дефицитный бюджет, в лучшем случае 100 миллионов, а то и 150 миллионов. Насчет явки. Вы знаете, если мы не добираем 50%, соответственно, выборы переносятся на 3 месяца. Мы их не сможем провести. Мы имеем, Гагаузский ЦИК имеет право требовать у наших примарей уточнить списки. Но учитывая то, что сейчас часть примарей подконтрольна Кишневу, часть примарей подконтрольна Башкану, то мы будем иметь на момент выборов и все 140 миллионов. 140 тысяч. Ну, 140, я извиняюсь, 140 миллионов хорошо было бы, но 140 тысяч. И у нас однозначно выбор, если мы не изменяем вот эту статью о пороге явки, у нас выбор сорван. То есть вы считаете, что нужно понизить до 33 процентов, да? Обязательно. По-другому у нас выбор не стоит. Господин Леонидович хотел тоже изменение в статью цен заседлости. Но мы нарушаем право человека. Я понимаю, что да, человек, который баллотируется, он должен жить в Гагаузии, проживать в населенном пункте, жить здесь. Я с этим 100 процентов согласен. Но если мы сейчас меняем эту статью, конституционное право человека избираться и быть избранным. Он идет, любой кандидат Башкан идет, опротестовывает, и любой суд примет его в сторону. Просто перед выборами суд остановит любые выборы или даже отменит уже состоявшиеся выборы. Вот эти опасные моменты, их надо избегать, не давать повода этому. Ну, мы с господином Леичем говорили, но он всегда пытается суд уложения, он все до кучи кинул. Они этот суд уложения почему туда ссунули? Почему? Потому что знают, что его никогда не будет. Никогда не будет. Они прекрасно понимают. Он сегодня право, и кем он понимает. И то, что они говорят цен заседлости, я тут согласен с Леонидом. Почему? Там надо сделать по-другому к этому подойти. По-другому. Если мы вот так выйдем, что цен заседлости сделать, то его любой опротестует. Это надо сделать нормы какие-то выборов Башкана, что вот какие-то критерии он должен соответствовать. Вот как делает сегодня образно, когда тендеры объявляют, что вот такой, вот такой, вот такой должен быть. И все, вот он должен подходить под это. Я этот вопрос поднимал еще давно. Почему? Потому что он не только, чтобы этот цен заседлости был. Ну, чтобы человек не то, что он купил дом там и прописался у кого-то. Чтобы он именно подтвержденный примаром, соседями, чтобы он проживал там не менее 5 лет. И в идеале было бы, чтобы этот Башкан еще 10 лет жил на этой территории. А не нахапал отсюда и уехал куда-то с заработанными деньгами. А жил здесь и смотрел, вот как бы довольствовался плодами своего правления. Что касается финансов, Леонид мало сказал. У нас сейчас дыра в бюджете. Если вы пороетесь, уже где-то миллионов, 250 мы уже идем в дефициты. И этот бот даст еще миллионов 200. Это минимум, о котором я говорю. Почему? Потому что прошлого года, вот они не дадут соврать, ребята не смогли сдать пшеницу. Никто не сдал. У них все стоит на складах. Почему? Потому что нету цены. И удивительной способностью, кто первый начал собирать опять в Гагаузии пшеницу, начала собирать Демирагра. Опять фирма брата Ирины Влаг. Вот они потихонечку, вчера, позавчера уже начали делать маленькие отгрузки. Как бы пробные вот это. И следующий год, Леонид не даст соврать, показывает покой. У нас нету практически осадка. У нас сейчас пошла вот эта, пошла какая-то оттепель. Я сюда ехал, 18,5 градусов. Да, аномальное. Это аномальное. Начинает пробуждаться растение. И сейчас, если ударят морозы, а нету снега, она просто их уничтожит. Вот говорю то, что творится. И следующий год у нас будет минесовой для аграрников. Мы уже сегодня, вот народное собрание, как бы, мое видение такое, мы уже сегодня должны сделать комплекс мероприятий в поддержку аграрного хозяйства. Почему? Потому что хотим мы, не хотим. У нас сегодня, Гагаузия это аграрная страна, и основная налогосоставляющая это, а не аграрники. Спасибо, Сергей Фанасьевич. Леонид Николаевич, в своем предыдущем высказывании вы сказали про Григория Дюльгера. Как вы думаете, вы и сказали, и употребили такие слова, что он кричал, возмущался. Как вы думаете, почему сейчас он ведет себя абсолютно по-другому? Потому что господин Петров, не, господин Константинов вызвал господина Петрова, они договорились, а какие-то там между ними есть соглашения. Хотя мы господина Петрова не раз поддерживали. Он себя позиционировал как про-гагаузский, про-народный, про-российский кандидат, председатель народного собрания. Мы его поддерживали. Но каким-то образом он, повторюсь еще раз, слился под Константинова, полностью контролируется им. И поэтому одному человеку из его людей дали работу в народном собрании, второму тоже обещали, вот на днях, я тоже думаю, и поэтому пришлось ему замолчать. Он, оказывается, орал, чтобы ему теплые кресла дали. Вот и вся математика. Один работает начальником мультифункционала Чадер-Лунгесу, или без каких-то там конкурсов. А второго он устроил здесь, а этот господин Дюльгер, третий его человек, он работает же в этом Йол-Лорда, этот Комрад Йол, или как она вот этой организации. Вот они, у него все устроены. И сегодня этот человек не пришел туда для гагаузи, вот как бы что-то сделать для гагаузи. Он пришел, вот знаете, как гастробайтеры, которые пришли заработать. Человек в Кишине имеет квартиру, имеет дом, имеет все. Ему эта гагаузия нужна, да никогда она ему сто лет не нужна. Ее интересует как финансовая составляющая своего домашнего бюджета. Вот и все. Сергей Афанасьевич, вы часто называете действующий состав Народного собрания Гагаузи выгодным для Башкана. Почему именно таким вы их называете? Вот как сказать, вот видите, как Башкан сегодня этим Народным собранием руководит. Через Константинова руководит. Тут многие кричат, что вот как вы говорите, что сегодня распускаться. Не я это говорю, это вся гагаузия говорит, что это Народное собрание должно распуститься. И кто-то должен быть первым инициатором этого. Почему? По-другому Константинова вы не снимете. Константинова оттуда или вынесут ногами вперед, или его возьмут и выкинут за шкирку. Вот так я вижу два варианта, как Константинова оттуда уйдет с Народного собрания. Почему? Потому что он очень хитрый жук. Он сделал в прошлом Народном собрании, будучи председателем Народного собрания. И в этом он то же самое сделал. Он отобрал 12-13 человек, которых своих прикормленных, которые они никогда не соберут, 24 человека, чтобы его снять. Вот и все. И вот этими 12-13 человеками он регулирует сейчас все Народное собрание. И сегодня вот это собрание, которое у вас будет сейчас в конце месяца, это не просто... Это просто господин Леич хочет себя почувствовать председателем, и чтобы не сказали, что Народное собрание не работает. Понимаете? Мы говорим обо всем, но о конкретном ничего о Гагаузии не говорим. Вот получается то, что будет вот это Народное собрание. А основное Народное собрание будет числа 10 февраля. Ну плюс-минус. Я в дате могу ошибаться. И вот это будет основное Народное собрание. Где-то попытается, чтобы какая-то фракция, может быть, не пришла. Может, что-то было, чтобы не было кворума. И получается, что отмена выборов это не закон. Его можно проголосовать простым большинством. И сегодня, если у нас большинство 17 человек, то если вот образно 18-20 будут на собрании, и 12 проголосуют за отмену, за новую дату, эта дата прошла. Почему? Потому что я как бы прошу и господ, как бы вашу фракцию, чтобы вы были на том Народном собрании. То, что голосовать не будете... Как бы я уже с ваших слов хочу вам верить, и буду уверен, что вы не будете голосовать. Почему? Потому что у нас на юге есть слово сказали, слово держим. Вот так вот. Ну, чтобы просто не получилось так, что вы не придете, и получится у них, что они сделают маленьким... Кворума будет меньше, и они 12-13 человеками проголосуют. У них на данный момент есть человек сейчас 10-12, которые готовы сегодня проголосовать за смену выборов. Но если получится, что отрегулируют, что придут 17-20 человек, вот этими 12-ими человеками Константинов свою работу сделает. А Константинов в этом заинтересован, и Константинов уже оттуда, с отдыха, уже работает в этом направлении. Нет, наша фракция однозначно будет присутствовать на заседании. Это наша обязанность. Для этого мы избирались. В любом случае, наши люди, наше население уже ждет перемен. В любом случае, должен быть другое лицо, другой башкан с другими позывами. Люди ждут изменений в лучшую сторону, потому что, если так наблюдать, мы все время падаем, ухудшается. Нет перспектив никаких. Я однозначно, мы будем за сохранение этой даты, за выбор 30 апреля. Это однозначно. Но ваши жители вашего назеленного пункта часто, наверное, к вам подходят. За что они? За переносы даты выборов? Или за то, чтобы как можно скорее провести? Мы с теми людьми, с которыми я общаюсь, с моими избирателями, с нашими жителями, не только в Чечмико и в других населенных пунктах, звонят, пишут постоянно. Конечно. Большинство людей за дату 30 апреля. Большинство, однозначно. И вы там задали вопрос Сергея Афанасьевича по поводу того, что Башкан, там карманное народное собрание. Но я скажу, не все депутаты так. Нет, я всех не имел в виду. Смотрите, есть позиция. Есть людей, которых не купить, не испугать, не напугать. У них своя позиция. Мы это показали при встрече с президентом. Мы это показываем при встрече с Константиновым, с Башканом. Мы всегда держим ту позицию, которая актуальна, которая поддержка нашего народа. Мы никогда не пойдем против. Есть такие моменты, что Константинов перед встречей с президентом, пожалуйста, тихо, успокоить. Я говорю, мы не задаем свои вопросы. Мы задаем вопросы, которые нам задали наши избиратели. Мы просто ретранслируем их вопросы. И вот эта лояльность, вот эта трусливость к этому и привело, что люди думают, что народное собрание, оно какое-то вообще бесхребетное, слабое. На самом деле, там есть ребята, которые принципиальные, готовы развивать Гагаузию, готовы стоять за Гагаузию. Но они, к сожалению, сегодня в меньшинстве. Ну да, к сожалению, оно такое есть. Но вы считаете, что и в вашем населенном пункте, Сергей Афанасьевич, люди тоже ждут скорейшего выборного процесса? Знаете, что я вам скажу, что населенный пункт ждут люди. Люди все боятся, чтобы война на Украине не перекинулась к нам. Вот это вот самое основное, то, что вот как бы я вижу, что люди. И всех волнуют цены на газ. Все. Сейчас, вот знаете, как все пытаются выжить. Элементарно. Да, элементарно выжить и дойти до весны. Спасибо Богу, погода пока держится. Вот основные вот эти. Выборы, конечно, народ хочет перемен. Ну, что получилось, вот в течение, вот как бы говорили, что бы не говорили, в течение восьми лет от правления госпожи Влах, люди перестали верить во власть. Все. Люди вот не верят во власть. Вот с ногами говоришь. И они как говорят, ай-яй-яй. Гелезик бы надо, не обочканно. Понимаешь? Вот это все. Это как я, как бывший депутат. Как они сейчас нынешние депутаты. Как вот прошлые депутаты. Вот видно, мы где-то не доработали. Почему? Потому что вот люди уже так думают. Почему? И сегодня, вот я говорю, депутатский корпус. Я не говорю как бы про всех. Есть там ребята, которые вот это, ну, очень слабые. Вообще некоторые не понимают, почему там и что они делают. И сегодня, что Константинов, что Ирина ими манипулирует. Вот многими, не со всеми. Говорю как бы не со всеми, но со многими манипулирует. Кому-то обещают, вот как этим Копчакси. Мы вам бюджет сделаем, что Копчака будет хорошо. И чихали мы на всю Гагаузию. Эти образно для Вулканешт обещают. Вулканешт, где-то там Карбалия или Карбалия или Чадерлунга. Чадерлунга все. Депутатский корпус, я как бы и в прошлый раз говорил, и сейчас говорю, он должен быть единым целым. Сегодня нету Гагаузии, как бы Чешмекея, Итулии, Вулканешт, Чадерлунги, Камрата. Сегодня есть Гагаузия, которую они сегодня должны распределять. Как бы несмотря на то, что я только на себя тащу. Вот сегодня, если они будут вместе, и Кишинев будет давать, и все будут давать. Но это зависит от председателя народного собрания. А председателя народного собрания у нас, я не вижу, его нету. Нету у нас, как бы и Башкана. Башкан тоже вот сегодня. Вот эти разъезды. Куда вы ездите? Почему вы деньги тратите вот этих налогоплательщиков? Наши вот их деньги. Почему вы платите в эту дюзу? Вы возите по всей Молдове. Какие цели мы преследуем то, что возим? У нас, когда надо было, Вулканешт, приехать и сделать концерт на день города, Гюзова денег запросила. А Вулканешт, так не было денег заплатить, понимаете? А сейчас мы находим, возим туда все управления, транспорт, машины. Вот это все ездит туда. Для чего? Потому что Ирине Федоровне стало скучно. Она решила себя показать на уровне Молдовы. Сергей Афанасьевич, а почему вы считаете, почему так произошло с выплатами ветеранов становления Гагаузской республики со спортсменами? Ведь вы в свое время тоже были председателем постоянной компенсии Народного собрания Гагаузии по молодежи и спорту. Всех продал Константинов. Всех продал Константинов. Я говорю, продал вот этих ребят Константинов. Я Илью Семеновичу Узуну объяснил, что сегодня вся вина в Константинове. Он не хочет продать. Он сегодня лег под Ирину Федоровну и сегодня делает то, что надо ей. Ну и побутно и свои проблемы решает. Можно я по этому вопросу? Потому что я непосредственно участник этих событий. Честно говоря, в некоторых моментах я думаю, что Илья Семенович тоже лег под эту юбку. Иногда мне так кажется. Потому что бачи, бачи все время он там, Дмитрий Георгиевич вот эту позицию будет держать, Дмитрий Георгиевич поддержит спортсменов, Дмитрий Георгиевич поддержит силовых структур. Вы заметили, ну, вы наблюдали, как прошла эта сессия, как она бурно прошла. Я там вставал, объяснял, пытался доказать. Всего осталось 200 человек. Это наша гагаузская армия. Их мы обязаны поддержать. Без разницы там, кто там больше участвовал, кто меньше. И буквально суть вопроса была 5-6 миллионов лей. Мы на форумы, разные съезды, на разные ненужные вещи тратим десятки миллионов лей. По сути дела, если начались бы, спасибо, скажем тогда, болгарской дивизии, 14-й армии, которая дистанцировалась с Пермистровьей, если бы действительно начались боевые действия, вот эти наши батальон Буджак, они были бы на передовой. Возможно, их сейчас половина и не было бы. Возможно, они рисковали своими жизнями. Некоторых посадили, некоторых угрожали, некоторые были в бегах. Но, по сути дела, мы должны показать сейчас пример, то, что мы их поддерживаем. И сейчас, если не дай бог, какой-то случай будет, наша молодежь увидит, что мы не забываем наших ветеранов, наших спортсменов. Кто поднимает гагаузский флаг на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на серьезных турнирах? Наши спортсмены. Господин Орман же выходит и говорит, критикует тренеров, критикует спортсменов. Он, его сделали, я не знаю. Давайте вот только без вот этого выражения. Нет, я скажу, сделали с него крайнего. Господин Константинов сказал, возьми, вот внеси вопрос о уменьшении силовым структурам, о уменьшении выплатам спортсменам. Он взял, сделали с него крайнего, мальчика для битья. И Константинов в стороне стоял и улыбался. По сути дела, это была работа исполкома, Башкана и Константинова. А крайним сделали этого? Не сделали крайним. Он отрабатывает свою должность спикера Народного Собрания. Я не знаю тогда, зачем этот депутат выбирался, чтобы пойти на такие антинародные решения. Я не могу понять, как он пойдет в свой населенный пункт. Я могу сказать, вот у Ормана же, у некоторых депутатов, это его заработок депутат Народного Собрания. Это его заработок. Он, посмотрите, вот его под ногу, он все, вечный депутат, он идет и ничего не делает. Он, он сделали, образно взяли, там что-то сделали в этом Котовске, и он этим кичится, посмотрите, какой я депутат. Вот говорю, что вот это. То, что говорит Леонид насчет силовиков, мы все говорим, что наша Гагаузия бескровная. Нет, это вранье. У нас, конечно, один пропал, один умер. Одного пришли и расстреляли на подстанках. Ну, конечно, двое были ранены. Вот я говорю. А Леонид Федорович Добров сказал мне еще, что был случай такой, что кто-то подошел к трактористу, который в этот момент работал на поле. У него спросили что-то. Отдельный случай был тоже такой. Сергей Федорович, я, кстати, вот все хочу узнать, кто был этот человек и как найти его родственников. Короче говоря, человека просто из-за того, что он ответил им на своем родном гагаузском языке, его просто зверски убили. Это было в поле. Ну, не знаю, я этот случай не слышал, как бы если есть, могу выяснить, посмотреть, не то, что вот была вот горка Чимай, тогда закрыли таможню, уже не проезжали через, конечно, горка Чимай, тогда еще была дорога плохая, там стояли ОМОНовцы и постоянно наших дальнебойщиков там избивали. Вот так вот. Говорю, то, что было, то, что я вот это сегодня знаю. И мы садились на машины, собирались туда и лаяли с этими ОМОНовцами. Они доказывали, что никто ничего не делал. И после этого мы сказали, еще раз такое будет, будет ответка такая, ребята, что вы забудете, где остановитесь. Вот все, что было. И сегодня, вот знаете, мы уже это прошли, и об этом не надо забывать. И вот эти силовики, вот эти спортсмены, они сегодня прославляют нашу страну. Вы покажите вот на карте мира, что такое Молдова, где там маленькая Гагаузия, и они, ребята, выходят с молдавским флагом на соревнованиях с Гагаузией. Вот и все. Но мне, на мой взгляд, мне казалось, что Илья Семенович действительно хотел добиться этих выплат. И он, мне кажется, сам не ожидал, что так получится. Мне кажется, что он все-таки наделался, что он получит. Илья Семенович до конца не верил. Ну, как бы Леонид говорит, что у Ильи Семеновича есть. Илья Семенович очень порядочный человек. И если он руку дал, он будет стоять до последнего. Даже вот несмотря, что ты прав, не прав. Вот так он и сделал с Константиновым. Он должен был понять, что Константинов его кинул. Он должен был до этого дойти. Почему? Потому что человек, которому 70 лет, и он сегодня не стоит на своем слове, врет, кидает. Такому не должно быть ты уже увеленный сединой, опытом. Человек, которому, знаешь, как... И вот Илья Семенович до конца верил, пока не вытащил вот этот вопрос. И он его не отфутболит. Я посмотрел на Константинова тогда. Он такой, пускай идут, работают. Пускай вот этот... Слышь, ты много поработал бы. Много поработал. Вот эти колхозы, вот эти, знаете, как вот эти колхозники ему еще аукнутся. Вот я говорю. И сегодня, он сегодня, знаете, как... Тю-тю-тю, дай бог ему 100 лет здоровья. Но сегодня у него была операция. На черта ему нужно вот это приседательство. Отдай уже там, ребята. Пускай переизберут. Потихонечку уходи на пенсию. С луками отдыхай. Он, ну знаете как, вцепились в эту власть. Вот как говорят, здранные кобылы, хоть шерсть и клок, но все равно биткияк обещал. А лайн, ты обрада. Тонжи-тю, гиджи-икликече. Рапандула, макуюру, ебдикенею, кардурой. Ну, понимаете, вот смотришь, вот я нового избранного депутата. Я шел с посылом что-то изменить, что-то добиться, что-то поменять. По сути дела, власти в Народном собрании являются депутаты ни одного созова. Два, три, пять, пять созова весь депутат. И понимаете, ему самое главное кресло и зарплата, и кабинет, в котором он сидит. А остальное, то, что он смотрит с окна своего кабинета, все, вот Гагаузия ему столько видна. Они не видят, что творится в населенных пунктах, как молодежь полностью уезжает. Их патриотизма в этих людях ноль, прямо ноль. Я смотрю на них, у них только свои личные интересы, личные амбиции. Где заработать, где ничего не работает, чтобы просто вот отсидеться, вот теплый кабинет, машина под... Это как в том анекдоте. Я, господин Уорман же так и сказал, когда он предложил не примировать наших тренеров, в спортсменах так частично, а тренеров полностью убрать. Я предложил тогда господину Уорман же снять казенную машину народного собрания, оставить без колес и пусть так катается. И вот пусть тот же тренер, тот же спортсмен будет без тренера. Я говорю, вот дайте ему машину без колес, пусть сидит так к нему. Наши депутаты, как в том анекдоте, говорят, я начал зарабатывать, зарабатывая тем, что работают мои родители. Вот работает народ, а депутаты просто здесь сидят и живуют. И они с окна, правильно сказал, они оторвались от людей, что исполком, что руководство народного собрания. Они живут в каком-то другом мире, они не понимают, что у людей нет сегодня дров, нечем сегодня, знаете, что-то купить. Они, у них все хорошо, главное, вот пришли, красиво сегодня в телевизор нас показали, сделали умный вид, как особенно Уорман же делает. И Уорман же не жалею, Уорман же не крайний. Он с ними в спарке, они, УОН, Гайдажи и Меделян, это клубок, который руководят сейчас народным собранием. Эти два идеолога подкожных, а тот, как старый пень, их использует. Сергей Афанасьевич, Леонид Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет участвовать в гонке за пост Башкана Гагаузи? Очень много людей будет. Ну вот, на ваш взгляд, перечислите, если можно, можете ехать. Не буду я никому рекламу делать, вот так вот. Кандидатов, я думаю, будет 8, может быть, даже 10, вот так вот. Ну как вы думаете, кто это будет? Без рекламы просто вот, на вскидку так? Кандидаты будут, команда, как бы, Ирина Федоровна будет. Ну, она сейчас уже, они сказали, как бы я уже, как бы не сказали, я по их действиям вижу, что у них будет общий кандидат Константинов Влах, у них будет общий кандидат. В этой команде также будут Орманжи, Гайдаржи. А кто может быть этим кандидатом? Ну, так тоже. Ну, знаете, как, я знаю, кто будет их кандидатом. Ну, сегодня их, нет, 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 нет. Будет кандидат у социалистов, даже, возможно, 2-1 поставят Кишинев, один ребята здесь местные выдвинут, вот так вот. Ну, звезду дадут тому Кишиневскому, я больше чем уверен. Вот так вот. Потом будет кандидата, будет пару, 3-4, может, 5 независимых кандидатов, которые тоже пойдут. Кто это может быть? Будут кандидаты, будут. Послушайте, они определятся, вот только вот начнется 30-го, как они только примут то, что не смогут поменять дату выборов. Вот так вот сразу кандидаты обозначатся. Почему? Потому что сейчас не обозначается никто, ни у кого нет уверенности, что дату не перекинут. Ни у кого нет уверенности. В одном из недавних интервью Николай Халампович Дудоглый сказал, что он больше да, чем нет, будет баллотироваться на этот пост. Он ваш бывший соратник? Что бывший? Или нынешний? Я могу просто не знать многие моменты. Мы друзья. То есть вы и на данный момент друзья? Да. Вы будете открыто поддерживать Николая Халамповича Дудоглого? Считаете его достойным кандидатом? Его считают достойным кандидатом. Ну, придем туда, посмотрим. Как говорят евреи в Одессе, торг уместен. Посмотрим, может, будет лучший кандидат. Того будем поддерживать. Вот так вот. У нас, я не говорю, что сегодня этот кандидат будет, тот кандидат, этот кандидат. Понимаете? Посмотрим, когда будут выборы, и будем выбирать достойного. Почему? Сегодня я кандидата вижу. Как мое видение будущего Башкана. Будущий Башкан должен быть отсюда, с Гагаузи. С Гагаузи. Не какой-то приезжий из Кишнева, не откуда-то он приезжий, а отсюда. Именно Гагауз, которого мы сегодня встречаем на улице, к которому мы можем сегодня пойти домой, посмотреть, как он живет, обратиться с любой проблемой. Любой приезжий из Кишнева, тем более с Кишнева, он здесь не будет жить. Даже то, что сегодня один из них купил дом здесь, знаете как, и клянется божеца, ходят с пакетами по вот этому. Я думаю, что народ... Вы говорите, наверное, о Викторе Петровне. Я фамилии не называю. Я вам скажу, да, вы назвали, вот я говорю, ходит, автобусы организовывает, вот это говорит. А где ты был до сих пор? Я задаю вот этот простой вопрос. Где ты был до сих пор? Почему вот, как вот это, ну, герьмо каждый раз всплывает на выборы вот этот контингент. Сергей Фанасьевич, а кандидатура Михаила Формузала? Знаете как, говорю вам сегодня, самый худший Башкан для Гагаузии будет Михаил Формузал. Самый худший. Дмитрий Крайтор. Дмитрий Крайтор ни рыба, ни мясо. Прошлый раз, когда его взяли за этот, что он сделал? Продал команду и убежал. То же самое будет и сейчас. И Дмитрием Крайтором больше всего будет руководить Константинов, и даже с подтишка будет руководить и госпожа Влаг. У того человека нету стержня. А выходец из вашего южного региона Вадим Чабан? У него шансов нет. У него шансов нет. Спасибо, Сергей Фанасьевич, за честные ответы. Меня не будет не спрашивать. Леонид Николаевич, привет, я у вас уже вчера ответил. Скажите, пожалуйста, вчера в одном из наших с вами висек вы сказали, что вы уже имеете кандидата на эту должность. Им будет Григорий Марарь. Узун. Извините, я прошу прощения, могла перепутать. Григорий Узун. Как вы считаете, достойный кандидат? И кто может составить ему конкуренцию? Из вышеперечисленных персон. Да, конкуренцию может составить любой человек. Я считаю, что мое мнение, мое видение, мое хотение конкуренцию должен создать тот человек, который настоящий гагауз, настоящий патриот, настоящий житель Гагаузии, который переживает за Гагаузию. Не те гастарбайтеры, которые живут в Кишиневе, в Германии или где-то там еще и приезжают сюда просто на заработки. Я так понимаю, мы обычно, будучи студентами, потом ехали на заработки, но мы ехали в другие страны. Такое ощущение, они приезжают сюда, зарабатывают, потом опять назад уезжают. Ну тут, соответственно, заработок другой. Ну с бюджета Гагаузии миллиард чем-то, понятно. Я подчеркну еще раз, чей башкан не должен быть. Это однозначно не должен быть башкан, поддерживаемый нынешним башканом Ирины Федоровны, не должен быть башкан, поддерживаемый Кишиневым и не должен быть башкан, поддерживаемый Константиновым. И башкан, который является сюда за год, за полтора, пакеты раздает, встречается с американским послом. Я ему задаю вопрос, мы за тебя бегали, мы за тебя агитировали, что ты там ищешь у американского посла? Вы считаете, что это была не просто встреча, да? Конечно, не просто встреча, а американский посол просто на встречу не зовет. Он зовет, чтобы раздавать указания, что дальше делать. Возможно, на встрече посла был господин Леевичу, господин Петров. Возможно, они получили указание о переносе дателем, о сохранении дателем. Мы об этом не знаем, потому что там была кулуарная встреча в резиденции посла. Это не посольство. Не посол приехал к нам, у него практически дома эта встреча была. Мы не знаем, о чем они там говорили, но какую-то декларацию, ноту протеста кишневской власти. По сути дела, сегодня Кишнев, а жаловаться на наше правительство американскому послу, даже любой бабушке скажи в нашей Гагаузии, все будут смеяться. Мы сегодня назвали много фамилий. Декларацию, а где эта декларация? Что они туда дали? Может быть, представят на заседании? Это, наверное, господин Константинов, там, где на Гавайях, или где он, наверное, ее составляет сейчас? Не имею права утверждать. Я не знаю, вот связанная встреча с послом Америки, после этого должна была состояться встреча депутатов Народного Собрания с послом Турции. Но посол Турции отказался принимать наших гагаузских депутатов. Я не знаю, связана эта встреча с американским послом, не связана, но после этой встречи категорически полностью отказ. Это может попросить Ирина Федоровна. Она очень ревностно относится к турецкой теме, чтобы не перехватили турецкого кандидата, чтобы не перехватило Народное Собрание. Она как бы посольство России, посольство Турции, Ирина Федоровна вот так села на них, чтобы никто с гагаузии, кроме нее, больше туда не выходил. Мы сегодня назвали много фамилий возможных кандидатов на этот пост, но у нас еще есть депутаты парламента Республики Молдова, которые выходцы из гагаузии. Из их числа есть возможные лица, которые могут занять пост? Ну, они имеют полное право выдвигаться. Это является в основном депутатом от партии социалистов. Но наша фракция, еще раз подчеркиваю, наша фракция социалистов четко определилась с кандидатом. Они тоже могут выдвигаться. Вот Сергей Афанасьевич сказал, что могут звездочку кому-то там дать, с Кишинева в образе, так скажем. Я считаю, что потенциально могут, но шансы, какие я не знаю. Я думаю, что Ивана Ивановна, скажем так, я с этим человеком в неплохих человеческих отношениях, исходя от того, что у нас сейчас у Башкан, как бы женщина, пусть не обижается на меня, но Башкан, женщина. Ну, в политике нет женщины мужчин. Нет, есть президент у нас женщина, премьер-министр женщина. И видим, что государство, автономия, все идет к краху. Я думаю, что наши гагаузы второй раз за женщину с большим уважением к нашим женщинам не проголосуют. Знаете, какой-то первый раз проголосовали, когда за Иру. Что было тогда здесь? Весь московский бомонд был здесь. Давайте называть вещи своими именами. Никогда у нас и тогда за женщину не голосовали, голосовали за пророссийский вектор. И господа, как бы образно не буду называть партию, партии, некоторые лидеры очень грамотно этим пользуются. Правильно? Вот этим пророссийским вектором. И как только туда становится, забывает про все. Второй раз Ирина Федоровна прошла, ну, давайте называть вещи своими именами, она сфальсифицировала выборы. Хотим мы этого или нет, но оно так. В 9 часов должны были урны закрыться. В любой цивилизованной стране это так бы было. Ну, у нас господин Дадон, госпожа Санду, вот это тихонечко прохавали, прошло, и они пришли и здесь были на инаугурации. Вот в чем проблема. И сегодня давайте не будем отрицать, что кто поддержал ее в первом туре? Поддержал Дадон. Во второй раз, когда она шла на Башкан, кто ее поддержал? Поддержал Дадон. Вот хотя Дадон сейчас выступает, говорит, я бы сегодня на этом этапе, я бы ее сегодня не поддержал. Она, мол, продала как бы все устои партии социалистов, все вот это. Я говорю, вот не поддержали, поддержали. Вот 8 лет Гагаузия сегодня была в одном месте. Вот извините, мы вместо того, чтобы развиваться, мы топтались на одном месте, даже не топтались, а уходили все время вниз. Кто за это будет отвечать? Вот объясните. Вот в чем проблема. И сегодня, когда, вот я говорю, когда партии, когда сегодня не надо голосовать за партийного, как бы этого, как бы кандидата. Сегодня надо голосовать вообще за Гагауза, который сегодня хозяин, который будет поднимать эту Гагаузию с этого. Который сегодня боец, который станет на защиту Гагаузии. Сейчас не будем много говорить. У нас продали нефтебазу, никто не знает, как она продалась, где получилась. Пшеница пропала, пшеницы нет. Налоговые забрали, никто ничего не знает. И то, что вы сегодня говорите, да, вы пытаетесь помочь этим патентообладателям, но вы им не поможете. И закон сегодня огласит, их придет. Сегодня наши налоговые относятся к Гагулу, им дадут команду, и они будут приходить и штрафовать вот этих людей. Вот и все. Почему? Смотрите, подождите. Им мы поможем. Мы на следующем заседании, на ближайшем заседании перенимем закон о патентообладателе. Потому что если мы их не поддержим, вот этот малый бизнес, который еле-еле на ладаном дышит, он в сторону весь сумрет, если мы его не поддержим. Если мы обяжем их платить, он 12 тысячный, медстрафовку 12 тысячный, свет выходит там, парикмахерская образа полтора-две тысячи, а аренда полтора. Она закрывает свою бутылку, берет свои вещи, уезжает в себя. Все эти расходы я знаю. Я тоже как бы живу там. Я говорю, следующий шаг. Админконтроль это отменят на следующий день. И на следующий день, как только отменят. Сергей Константинович, вы, будучи депутатом Народного собрания, неоднократно принимали этот закон о защите наших патентообладателей. Госканцеляра подавала в суд, вы судились, но мы защищаем их хотя бы на год. Нет, я не говорю, что нет, мы судились, и мы где-то было, но у нас была налоговая наша, налоговая ГАГУЗИ, которая хоть как-то прислушивалась к нам. Сейчас у нас налоговой нет у нас, вы должны вот это понять. Мы ее тоже потеряли. Да, мы ее потеряли. Сегодня поговорите с нашей Евгением Николаевной, она сегодня филиал Кагула. Филиал Кагула. Им дадут команду Кагуну наши законы до одного как бы вот этого припарки. Мертвого припарки. Вот я вам говорю, что будет. Почему? Потому что сегодня такие люди, как Константинов, как сегодня Ирина Влаг, они позволили вот это делать. Она сегодня член правительства, надо было там подумать. Этот бьет себя в грудь, что встречается каждый день с Гроссом, с ним чуть ли не... Опасность от Константина, то, что они не поддержат и не проголосуют за это. И мы вообще останемся там человек 10-12, который поддерживает. Это опасность есть. Почему? Потому единственный выход, который я вижу в данной ситуации, народное собрание должно распуститься. И даже если вы успеете распустить, выборы не поменяют. Вот я вам говорю. И сделать одни выборы вместе с Башканами народного собрания, чтобы и дальше обязать, чтобы оно вот так и было всегда в дальнейшем. Это стратегический объект, реально стратегический, на котором находится в свободной экономической зоне. Его подарили. Я не сказал, это не слово продали. Его там искусственно обанкротили. Все там было сделано искусственно. 10 гектаров земли в свободной экономической зоне, промышленная. Земля под строительство со всеми коммуникациями. Железная дорога, газ, свет. На границе в хорошем месте. Да. В свободной экономической зоне можно ставить производство. Там резервуары, там заправка. Любому предпринимателю подошли бы. Он не дал бы полтора миллиона, он дал бы четыре с половиной, пять. Я бы его сегодня нашел бы. Я бы его за пять миллионов взял бы. И в любом случае Гагаузия выиграл. Но этот проект, этот объект ни в коем случае не стоило продавать. Потому что у нас есть вроде бы партнерское отношение с Российской Федерацией, с Турецкой. Там можно было возобновить эту базу, продавать нашим сельхозникам, нашим трасса на Джорджуле, что все большие фуры проезжают. А вам известно, кто купил, кто приобрел? С Кишинева. С Кишинева какая-то подставная фирма, потому что нету официальных. Будучи председателем района, за эту нефтебазу давали 200 миллионов лей, тогда, когда доллар был 4,6. Реально, вот эту базу, это стратегический объект, это можно было возобновить. Если хотеть работать, если хотеть зарабатывать, хотеть возобновлять экономику Гагаузии, порт рядом, железная дорога рядом, все рядом. И до границы полтора километра от нефтебаза. Да, я как раз об этом и сказал. Это преступление. Я думаю, что... И вот это не преступление, вот этим вы должны заниматься. Мы этим занимаемся. Почему? Потому что, говорят, здесь руку нагрел, говорят, и Константин. Не знаю, насколько правда, но как дыма без огня не бывает. Потому что мы неоднократно поднимаем этот вопрос, но они все время юридически вот так вот туда, сюда, запросы. Ваши запросы будут длиться 5, 6, 10 лет. Обратитесь к юридической комиссии. У нас леющий генерал прокуратуры уже должен все это знать. Сергей Афанасьевич, вы были депутатом 3-го и 4-го СОЗОВов. В 2015 году вы баллотировались на пост Башкана Гагаузи. Не планируете ли вы вернуться в политику и снова баллотироваться? Я говорю, я с политики не планирую уходить. Ну, я имею в виду, вернуться так... Придем к тому времени, как бы амбиции питаю. Придем к тому времени, будет видно. Посмотрим, взвесим все свои за, все свои против. Может, будет кандидат лучше, которого мы сразу будем поддерживать. Понимаете? И сегодня в чем опасность опять вот этих выборов? Опасность выборов, надо постараться вот этим здоровым силам всем собраться вместе, бросить амбиции, посмотреть, у кого шансов больше, у кого, кто больше потянет это. Понимаете? Не просто я хочу, он хочет, вы хотите. Но кто из нас сможет вот это сделать? Кто вот это сделает лучше? Вот того человека и надо выбирать. Почему? Потому что если вот эти здоровые патриотические силы, которые вот эти прогагаузские силы, вот так я правильно назову, почему? Потому что патриотически она уже приелась. Вот именно прогагаузские силы, если соберутся и пойдут единым фронтом, мы выиграем любого кандидата. Но если мы будем смотреть опять на Кишелев, образно будем смотреть на партийные интересы, на чьи-то интересы, тогда гагаузских интересов не будет никогда. Партиям мы нужны только во время выборов, пока они приходят сюда, чтобы выбрать. И вот посмотрите, у нас в Гагаузском парламенте сидит куча наших представителей, правильно же? Трое депутатов. Суходольский, Гагауз, Киксал. Когда в последний раз вы видели их Гагаузи? Когда в последний раз они где-то что-то там поднимали насчет Гагаузи? Этих ребят использовали здесь, использовали, что они сделали выборы. И в оконцовке, ребята, вы нам не гоже, у нас свой кандидат будет. Понимаете? Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. А нам, вот я бы лично, ушел бы от всех партий Гагаузии. Гагаузия должна быть для Гагаузии. Как бы ни говорили, мы единая составляющая, часть Молдовы, единая, как бы мы неотъемлемая часть Молдовы. Но со своим законом, со своими правовым статусом, со своей налоговой, со своей прокуратурой, со своей вот этой. И где у нас, вон тут Байракла, вон оттуда и начинается Гагаузия. Ребята, приходите сюда. Значит, мы живем, вот наши законы гласят так. И будьте добры соблюдать их. Почему? Потому что мы соблюдаем законы Республики Молдова. А не то, что полиция приезжает сюда заработать вот так быстренько, сделала рейди, быстренько денег накапала, уехала. Кто так... То есть, вы считаете, что нужно сделать, как было в 90-е, 91-е годы, доезжали, как вы говорите, до Байрака, до той границы и возвращались обратно? Нет, 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 нет. Вот это уже вы говорите не то. Но сегодня вот есть, мы сегодня автономия со своим правом и статусом, правильно? Вот здесь на нашей автономии, вот у нас было в уложениях, то, что у нас написано, то, что принимались тогда, когда принимали, у нас когда была Гагаузская Республика, они пошли на автономии. Должны были принять вот это, вот это, вот это зафиксировать в Конституции Республики Молдовы, которые нас уже 30 лет, вот Ладыла, извините, или как он, водят за нас и не делают. Вот это должно зафиксироваться на государственном уровне, вот это. И здесь у нас вот должны работать наши законы. Вот мы хотим, чтобы патентообладатели вот так, значит, мы патентообладатели сделали. У нас госканцелярия, здесь вообще ее как такого не должно существовать. Ну, вы просто сказали, Сергей Афанасьевич, что они приезжают к нам как на заработки. Правильно. И правоохранительные органы тоже до этого вы сказали. А что у нас не так? Выйдите вот сюда в город и посмотрите, что они приезжают сюда. Для чего приезжают? Чтобы смотреть закон. А с другой стороны, я скажу другое, у нас сегодня целое УВД, у нас есть в этом полиция, в Камрате, есть вот это. А что, наши полицейские тогда выходят не работают? Выходят не работают, значит, мы должны их заставить, чтобы они работали, свои местные работали. И это все зависит от Башкана. Башканы это устраивают. И сегодня он правильно сказал. Я говорил не на одной передаче. Они как гастробайтеры. Мы едем зарабатывать в Турцию, в Россию. По всей Европе наши гагаузы раскидываются. Уже вода Америки нашли. А эти, бля, с Кишнева им легче здесь заработать. Буквально пару слов, потому что время заканчивается, наша эфирная. Я насчет того, что партийные, не партийные. Если наблюдать деятельность Народного собрания за несколько созывов, то мы видели, когда власти были в Кишневе партия демократов, то тогда избрали все независимые, будто бы независимые, и единогласно проголосовали за Константинова, который там, в свою очередь, кинул там и Плохотнюка, и всех там. Ему это как бы не чуждо. Потом, единственный демократ, открыто избирался от демократической партии, депутат Народного собрания. Все, а также опять не все независимые, кого избрали, опять демократы. Они себя позиционируют как независимые, ни от чего, но все равно, те независимые, они больше продаются. Когда по одной партии, вот я вот приверженец такой партии, все, я держусь, и люди понимают. Сейчас, вот нынешний председатель Народного собрания, все прекрасно, все знают, как он избирался, как они надавили на Сариогу, как там обыски дома сделали, как ему помогала прокуратура, все структуры лояльных партий ПАС, они его сделали председателем Народного собрания. За него кто проголосовал? Все независимые. И поэтому, Сергей Францович, когда мы говорим независимый, он должен быть независимым. Я понял. Спасибо, Леонид Николаевич. Он должен быть независимым. Лучше я скажу о партии социалистов, я не буду обманывать людей. Что только Константинов был социалистами, Константинов был с демократами, он был с филатом, он сейчас спас, у меня пальцев не хватит, столько везде, где он был. Я про Константинов вообще не спорю. А он себя позиционирует, что он потрет, он спорит, что он независимый, где он независимый. Или Орман же возьмите, или других возьмите. Чем хороши партии, их оптом покупают, их легче купить. Кто тогда ушел от коммунистов? Все, и сейчас дальше говорю про Будулая. Стой, говорю, когда ты говоришь про демократа, кто выбрал. Будулая практически назначила Ирина Влах, чтобы вы знали, вместе с Яраловым. Вот сегодня я говорю, на всю Гагаузию вот это заявляет. Будулая, не Будулая, КСУ, решил сегодня, выбрали господин Яралов и выбрала Ирина Влах. Почему? Потому что знала алчную его душонку, который за 100 рублей продаст всех. Вот и все. Потом и выбрали его. И сегодня, когда выбирали Константинова, самый против, кто был, против Константина, был я. Я пытался, чтобы вы собрались, чтобы не выбирали его. Говорил Старнавский, говорил Железоглу, говорил со многими ребятами. Я сказал, это он вас продаст. Это предатель, который нету ничего святого. У человека нету ничего святого. Если человек в 70 лет руку дает и говорит, я руку дал, я его взял, это вы меня извините. Мое мнение... Только кратко. Да, очень кратко, буквально по словам. Я считаю, что депутат, если он является приверженцем какой-то партии, он должен об этом открыто говорить. Но, прежде всего, у него должны быть интересы Гагаузии, потом партии. Даже я сегодня являюсь приверженцем партии социалистов. В первую очередь, интересы Гагаузии у меня стоят в углах. Первую, вторую, третью, пятую очередь, в шестую очередь у меня интересы партии. И вот тогда у нас таких вопросов не будет. Дай бог, дай бог. Но я не могу не сказать тот факт, что на интервью с Майей Григорьевной Санду, которое у меня было в сентябре месяце, я задала ей этот вопрос. Является ли господин Константинов серым кардиналом партии ПАС? Она сказала, что он не является членом этой партии. Он не только серым. Ответила мне таким образом она... Слушайте, хотите я расскажу, как формировалось Константинов, как стал председателем Народного Собрания? Сарюглу обещали закроют уголовные дела. Кадуна обещали, что он будет начальником РО. Захаре обещали, что он будет здесь ректором. Вот так. Этим обещали должности. Гайдар же, вот этим Уорман же, почему они только поставили вице-спикеры? Лейчу ни в какую не говорил, я и Иванчук будем голосовать, только если я буду вице-спикером. У нас почему получилось три вице-спикера? Вот в чем была вся проблема. И это была подковерная игра, которая вот тут начиналась. Но тут была подключена и Кишинев, и госпожа Ирина, и все вот эти, которые здесь, вот эти местные олигархи, которые, они все были заинтересованы в этом. Все, вот, и потому у нас и Гагаузия, и будет дальше, дальше, дальше идти в этот. То, что касается партий, не спорю, но все равно есть партийная дисциплина, и вам скажут голосовать в одну сторону, так и будете голосовать. Когда Константинов у вас вырвал одного человека, как приезжали с Кишинева, его довели в Авдарминске? Давай вот это рассказывай. А его довели, как довели? Авдарминского. Я об этом точно не знаю. Вот Авдарминского депутата. Приезжали, тот брал деньги отсюда, брал оттуда, как бы. Такой информации у меня нет, я с Адарминским депутатом в очень хороших дружественных отношениях. Такого точно не было. Давай гермисдерили. Гермисдерили. На кого они смогли надолить, на кого они смогли, кого смогли напугать, это господина Стареогну, которого мы пытались вернуть, но он продался, испугался. И того тоже, того были дома, могу даже сказать, когда и с кем. Я хочу задать вам в конце еще один вопрос. Почему вы считали, что на ГРТ вам был закрыт путь? Знаете как? Мне? Мне позвонили от вас в ГРТ и сразу же отмелили. Я говорю, вы не боитесь, что вам по шапке будет то, что вы меня приглашаете? Нет, мы независимая телекомпания и сразу забыли мой телефон. Больше как не звонил, не поднимали, ни этот не приглашали. И сегодня, знаете как, вот я в ГРТ... Но сегодня вы убедились, что мы... Ну, знаете как, я так думаю, что у вас просто не было сегодня с кем, кого выступать. Надо было заполнить, надо было заполнить программу, и потому вы вызвали нас. Вы глубоко ошибаетесь, мы увидели ваше выражение, что вы сказали, что... И где-то была надежда на интригу, что мы, если они нам начнем ссориться. Вот это, наверное, было и у вас где-то этот подковерный... Я бы ни в коем случае бы тогда стакану поставила перед вами. Нет, мы ни на что не надеялись. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый житель нашей автономии сделал сам выводы, слушая вас, слушая ваши варианты, ваши истории. Ведь каждый человек имеет право на свое мнение и выводы. Он делает абсолютно сам. Поэтому, Сергей Афанасьевич, мы вас ждем в любом случае. Если вы захотите, прийти побеседовать в любую программу, как и вас, Леонид Николаевич, мы стараемся дать... Я очень как бы и раньше говорил, и сейчас говорю. Может, где-то устроите дебаты с Ириной Влахой или с Константиновой. Я очень готов к ним прийти. Если вышеупомянутые жители нашей автономии согласятся прийти, мы непременно запишем не одну программу, Сергей Афанасьевич. Огромное вам спасибо за вашу позицию, за ваше мнение. Спасибо за внимание. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что сегодня в гостях у программы «Обсуждаем вместе» были депутат Народного собрания ГГУЗИ Леонид Кёся, экс-депутат, а также экс-председатель Вулканежского района Сергей Афанасьевич Чернев. Я вас благодарю и желаю вам хорошего времяпрепровождения на телеканале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова